Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. И Ольга Примерова. Девочки, спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Нас сегодня ожидает разговор в целом о моде, об эко-моде. Вообще поговорим, расскажем, узнаем, что же это такое во всех подробностях. Ну и сразу давайте расскажем нашим людям о том, где, собственно, можно за раз прийти и узнать, что же такое эко-мода. Запоминайте, пожалуйста, 18 октября на главной сцене российской экологической недели состоится этическое шоу от проекта «РусЭко-мода» совместно с московским конкурсом молодых модельеров. В общем, в рамках этой недели пройдет один большой коллективный показ. Мы увидим сразу 20 эко-дизайнеров и уникальные, этичные и смелые коллекции. Манежная площадь в 14.30 с начала, так что приходите, пожалуйста, всем, кому интересно. Ну и, конечно, хочу спросить у девочек, вас-то мы, конечно, увидим там, да, точнее, ваши работы? Конечно. Давайте тогда сразу сформулируем, чтобы было понятно, что же такое эко-мода в России. Это, я так понимаю, одежда из экологически чистых продуктов каких-то, да, материалов. Ну, это одежда, которая способствует тому, чтобы экология наша расцветала, а не увидала, как, к сожалению, сейчас, в общем-то, происходит. В общем, стремимся к лучшему. Ну, не навреди. Основной лозунг – не навреди. Да, и не убей. Вот. Если меха, то это обязательно искусственное, да, это абсолютно отсутствие натуральной кожи, да? Ну, я сейчас об этом немножко скажу, потому что сейчас очень многие люди под ту сторону экранов сразу такие, что за неправильные слова, ведь искусственный мех – это нефтепродукты, ведь это синтетика. Поэтому… Что вы говорите? Поэтому я скажу потом, ну, как там, мне слово дадут, да, я скажу, в чём экологичность искусственного меха. Ну, только рассказывай сразу, Марин, пожалуйста. А. Ну, конечно, что же мы будем дать. Ладно, хорошо. Ну, я сразу скажу, что я не буду говорить об искусственном мехе как о прям сильном экологичном материале, да, то есть это реально, это не дерево, это не бумага, которую можно переработать без всяких следов. Но дело в том, что зверофермы, которые, ну, которые содержат большое количество животных, из которых потом натуральный мех получается, они стоят на третьем месте по загрязнению экологии. То есть страшнее этих звероферм там буквально, ну, там добыча нефти очень, да. Ну, ты же была, да, на этих зверофермах? Я была не раз на этих зверофермах, я знаю прям чётко, о чём говорю, ну, кроме того, что это этический просто ужас, вообще туда попадаешь, и можно, я не знаю, там, сознание потерять, ну, если ты нормальный человек, адекватный. Но это одна сторона. А вторая сторона, что если просто были исследования, действительно, настоящие, хорошие, качественные исследования, где сравнивалось производство одного килограмма натурального меха с другими материалами, там, хлопок, полистер, акрил, там, и так далее. Так вот, больше, чем по 20 показателям натуральный мех опережает все остальные по вреде экологии. То есть я рассматриваю искусственный мех сейчас в рамках замены натуральному. То есть если мы уберём натуральный мех и уберём зверофермы, то это будет колоссальная помощь экологии. Ну, плюс ещё не будем забывать о том, что у нас идёт вперёд наш прогресс, да, и искусственный мех, он сейчас всё более начинает быть экологичным. То есть туда включаются такие материалы, как хлопок. И как раз я два дня назад была в Сочи, там открытие тоже экологической недели. И были разные интересные люди, благодаря которым я узнала, что скоро искусственный мех тоже будет выходить на уровень экологичного материала. То есть будут применяться всё больше, да, не синтетика, а натуральные ткани. И из них будет искусственный мех. Вот тогда будет просто идеальное сочетание искусственного меха и экологии, да, пока он вот стремится туда. Ну, если стремиться, то, наверное, дойдёт. Точно. Но, как мне кажется, у многих основная претензия к искусственному меху — это всё-таки то, что в нём не согреешься особо так даже уже в минус 20. Сколько вот в твоих шубах, Марина, в какой мороз можно смело выходить на улицу? Даже в минус 45. Я уж не говорю о том, что уснуть на скамейке, конечно. Даже в минус 45 можно уснуть на скамейке, потому что люди-то... Да, можно ехать в Якутию с селфи с белыми медведями делать. Вполне. Почему? Потому что все говорят про искусственный мех, и вот кричат, особенно ярые вот эти, да, которые любят натуральные шубы люди, они кричат «Холодно!». Но, извините, вы не знаете новые технологии, потому что давно есть утеплители, которые очень-очень тонкие. Например, флексифил финский. Он всего 3 мм толщиной, при этом он греет, как адский синтепон. Такой адский, что... Если в Якутию отправляем шубу, часто туда отправляем... Также у нас есть, кстати, филиалы в Екатеринбурге, Новосибирске, это такие холодные города, Тюмень, да, то есть это там не московская зима. Если очень надо, мы ставим двойной утеплитель, который никак не влияет на толщину, да, шуба не будет объемной, там, какой-то неестественной, страшной, там, портить фигуру ни в коем случае. Но греть будет очень хорошо. То есть сейчас технологии позволяют соединить одно с другим и получить отличный результат. Да, и красоту, и тепло, что называется. Абсолютно верно. А самое главное, никто не страдает. Марина Ривера, и, кстати, есть и официальный сайт, конечно, и магазина, да, и можно все это будет посмотреть. И Марина нам сегодня полистает немножко какие-то модельки, мы сможем посмотреть. И удивиться. И, Марина, я так понимаю, что ты только исключительно по шубам специализируешься. Жилеточки, шубки, пальто. Вся одежда из искусства меха, жилеты, шубы, дубленки, аксессуары. Плюс мы сейчас еще занялись такими аксессуарами как-то, ну, искусственная кожа, перчатки. А сам мех, он не у нас произведен? К сожалению, нет. Это большая-большая дыра, потому что есть мех производства, ну, Белоруссии. Я не буду там сильно, да, говорить, что он плохой, но он не очень хорошо подходит для верхней одежды. Он, то есть сам ближний к нам, это белорусский мех. То есть материалы в основном зарубежного производства? Еще некоторые виды китайского меха сейчас делают очень хорошие, но так как надо узнавать, как они были сделаны. В Китае разные производства, бывают такие, которые навредят так, чтобы будь здоров. Поэтому мы небольшое количество используем китайского меха, такого, в котором уверены. Марина, и самый главный вопрос, я думаю, который сейчас многих мучает, о средней стоимости. А, средней стоимости. Ну, если мы не берем, то есть у нас разные есть, есть там, грубо говоря, ВИП, да, такие, которые. В среднем 20 тысяч, шуба теплая, вот, жилетка, ну, в среднем 10 тысяч, вот так вот. Ну, вполне, мне кажется. Не, ну, если уж сравнивать с натуральной, то можно купить 5 искусственных и ходить вообще в разном, а не в одном и том же, как вот. Друзья, мы продолжим общаться, у нас сегодня российские эко-дизайнеры в гостях, еще впереди очень много интересного, очень много с вами узнаем. Оставайтесь обязательно с нами, прервемся совсем ненадолго. Лучшее в стране. Продолжается программа «Лучшее в стране» в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Друзья, у меня сегодня в гостях российские эко-дизайнеры. Марина Ривера, у нас сегодня в гостях также Елена Торопова и Ольга Примерова. Мы подробно обязательно с каждым дизайнером поговорим. Вот уже начали общаться с Марией, Марина уже рассказала о своих шубках искусственного меха. Я попросила Марину показать, продемонстрировать нам, ну, вот, при помощи планшета. Сейчас попросим операторов также направить сюда камеру, чтобы... Я буду листать, а вы увидите. Мариночка, а ты нам, пожалуйста, рассказывай, давай. Ну вот, красота. Да, это новая коллекция как раз вот недавно вышла. Это вот близко материал, например, сфотографировала. Так, я вижу крокодилью кожу. Да, это искусственная кожа, конечно. Искусственная, да. Но она потрясающего качества, это итальянская кожа. Вот, у нас много разных моделей вышло как раз на... Ну, то есть люди... Мы стараемся расширять ассортимент, чтобы разных стилей люди могли одеваться в эпичную одежду. Конечно, кто-то любит классику, кто-то любит спорт, кто-то любит шифр. Все правильно. Ну, главное, чтобы это было разработано до мелочей, чтобы это не выглядело глупо, да, поэтому... А, ты вот, кстати, говорила, что у тебя есть какая-то люксовая линейка, да? Есть, есть несколько, да, вещей, но мы можем там потом включить. Но вот, например, вот эта шуба достаточно дорогая, кстати говоря. Я думаю, это платье. Эта шуба, причем очень теплая. Это вот коротенькая шубка под черную норку, полосатого много. У нас, кстати, сейчас вышла очень интересная штука. Да, можно выключить, и я сейчас бы переключила, показать. Давай. Мы сделали палантин, и мы его... Ну, то есть это уже четко наша разработка. Крылья я свидела, да. Крылья, вот они, да. Это штука какая-то вообще. Это крылья из меха. У нас патент на это, поэтому никто больше не сможет повторить. Класс. Ну, заворачиваешься, в него получаются крылья. Тицы. Да, да, да. А сегодня чувствуешь себя ангелом. Белые крылья берешься, я чувствую себя. Это вот в основном свадебные, то есть лебедь. Это там лебеди, кондоры, совы. Друзья, ну вот Марина Ривера, чудесный абсолютно дизайнер наш российский. Заходите. Спасибо. Марина, где у тебя страница, как я называю ее, или сад? Можно просто набрать в Яндексе Марина Ривера шубы по-русски. Шубы, да, кстати, сразу выходят. И вылезет все там, все, что только можно. Да. И контакты, и сайты, и фото. И не ищите там у Марины, пожалуйста, шубы из натурального меха, потому что у Марины такие звери, из которых обычно называют шубы, живут дома. Да, мы спасли несколько лис. Мы спасли несколько лис со звероферм, потому что я не один раз была на зверофермах, и я не смогла не сделать так, чтобы хотя бы несколько животных оттуда не вытащить. У меня остались две лисы, спасенных нами пяти. Как спасла я, это лучше не буду рассказывать, потому что это не совсем было... В общем, я не буду рассказывать, как это было. Конечно, конечно. Но мы их спасли. Две осталось у меня, писец Мифа и черно-серебристая лиса Графа. С Мифой мы часто как раз ходим на передачи, мы просто не знали, что сегодня будет такой эфир, так бы мы тоже могли бы прийти вместе. В следующий раз будем ждать, обязательно у вас уже есть в моделине. Обязательно, да, приглашайте, да, мы вам тут команды покажем. Да, она знает 16 команд Мифа, ну, она у меня более общественная, чем Графа. Графа очень ласковая, но она в основном только со мной, то есть ей чужие люди, она боится очень. А вот Мифа очень социализированная, ко всем сразу там разговаривать идёт. И смысл в том, что как раз если, да, люди будут заходить там на страницы, у меня там Мифа повсюду, поэтому можно просто посмотреть воочию, из каких животных делаются просто тряпки. Да, ну шуба, это же просто тряпка получается. Ну да. А животные совершенно потрясающие, уровень их развития, ну, где-то 4-5 лет ребёнка человеческого, потому что у них есть чувство юмора, они, это я сейчас абсолютно серьёзно говорю, у них мышление не как, вот, например, даже у собаки, да, у них мышление очень гибкое, человеческое. Поэтому при правильном подходе можно просто в шок прийти от того, какие-то животные. А ещё в больший шок после этого прийти, что они переживают на этих ужасных зверофермах, поэтому это, конечно, ну, это ад, его надо, это рудимент должен быть в нашей истории. Девочки, скажите мне, пожалуйста, как часто вы сотрудничаете с вегетарианцами, с различными их там фестивалями, не знаю? Часто. А может, бывает такое, да, что прям тема одна такая, не убей, не съешь. Нет, пока не приходилось. Так, Елена Торпова, Еленочка, хочу к вам перейти, потому что мы тут про животных, точнее, да, про их бережные к ним отношения, про содержание дома, и именно с вами сейчас хочется поговорить, потому как у вас одежда из собачьей шерсти. Да. Сразу говорим, здесь шерсть вычесывается, правда? Ведь собаке, ни одна собака не пострадала, я так понимаю. Да, у меня, как правило, спрашивают, сколько собак у меня... Вы уже извели? Да, извели. Нет, ни одна собака не пострадала. Я работаю с большими питомниками, где разводят породистых собак, где за ними ухаживают, где у них ветеринары, у них свои парикмахеры, и их очень любят. И во время линьки их вычесывают. И вот этот подшерсток, который у них как бы сам выпадает, я использую. То есть я... Вы жил достаточно долго, более 20 лет. Здесь производство не организуешь, потому что такой шерсти очень мало. И довольно трудоемкий процесс, потому что сначала надо вручную все вычесать, потом эту шерсть надо перебрать по цветам. Но я художник, и такой палитры цветовой, как у собак, я не видела ни у одного животного. То есть тоже краска отсутствует? Абсолютно. То есть это полностью ручная работа. Удивительно. Вот поэтому здесь как бы штучные работы. И сейчас, то есть я, значит, ручное придение, после вычесывания ее надо перебрать, потом вручную спрясть нитку. Там тоже своя технология, чтобы нитка была прочная, потому что собачья шерсть, она отличается от овечей, например. Если овечья шерсть, она со временем сваливается, да, ну вот ее заваливают к валену, получается, то собачья шерсть, волокно гладкое. И оно, если вот просто связать из собачьей шерсти, оно расползется. Поэтому нужно определенным способом прясть и добавлять туда как основу. Сколько же времени уходит у вас на создание шубки? Художники говорят, что всю жизнь. Но заказ, самая сложная шубка, порядка месяца работа. Прилучно, конечно. То есть это вот самое сложное. Да, потому что там, во-первых, сложный рисунок, это нужно делать лекала, расчеты, вручную вязать. Друзья, я вот хочу показать фотографии тогда, да, пока вы нам рассказываете. Да, давайте я могу рассказать, что это за собаки. Во-первых, да, здесь вот мы видим собачки. Да, вот из кого, потому что спрашивают, а какие собаки? Вот это вот самоедская лайка. Так. Вот белую шерсть я использую, самоедскую лайку, южно-русская овчарка. Так. Все любимые собаки, чемпионы, ухоженные. Так, это Ньюфауленды. Тоже используете их шерсть? Да, обязательно, у них потрясающая шерсть. Это чао-чао, но здесь вот красный чао-чао, а чао-чао вот у них очень красивая шерсть, от белой до черной. То есть там подшерстки очень разнообразные. Лен, скажите, пожалуйста, если вот люди, которые сейчас держат, например, чао-чао у себя в домах, они могут вам шерсть создавать? Ну да. Есть такая необходимая? Да, конечно. Только мне надо знать, как их содержат. Это очень важно. Правда? И как их кормят, да. Ну вот пошли уже работы, вот мы смотрим. Вот здесь, в таких пальто, это коллекция листья, тут я использую уже все оттенки, какие бывают. Я бы никогда в жизни не подумала, что это из собачьей шерсти. У меня были в детстве носки из собаки. Эти шубки, они со временем становятся пушистее, то есть новая вещь, она выглядит хуже, чем... А не вылезает мех этот? Первое время чуть-чуть пушинки вылезают, которые вот не впрились, а потом уже образуется длинный мех, такой ворс, похожий на мех. И, ну, у меня носят по 10 лет шубы. Вот, они такие же тёплые, как и меховые. То есть это именно не по-другому шубу, то есть тоже мороз, зима, всё не почём. Так у меня сейчас вот такие шубы, они очень тёплые. Меня просят, говорят, Лена, что-нибудь полегче, мы ждём морозы. Вот этот горошек, это вот у меня девушка ходит... Ты говорили, что очень холодная зима. ...ходит в ней в Архангельске. Вот это зима. Ездила, да, я видела её в каком она состоянии. И вот она ездила в Швецию. Ну, все косились, потому что она такая лохматая стала, что непонятно, что это. Смотрите, ну вот это очень стильное, красивое. Я так понимаю, что всё абсолютно штучная работа. Да, и всё натурального цвета, все эти переходы, то есть это я разделяю шерсть на разные оттенки, и дальше отдельно приду. А сейчас у меня ещё новое направление, я делаю ткани из собачьей шерсти. То есть я точно так же приду, просто фотографий пока нет. Потом я на ручном станке делаю ткань. Это уже речь о платьях идёт? Нет, нет, это точно такие же шубы получаются. Ах, вот оно что. Только там другие возможности. После этого я краю, как пальто. Там можно сделать чуть полегче, чтобы можно было ходить в нашу слякотную зиму. Ещё чем хороша одежда из собачьей шерсти, она не промокает. То есть можно попасть под дождь, вытряхнуть и пойти дальше. Если, допустим, мех вообще, как бы мы про это не говорим, но мех плохо переносит влагу. Вот, кстати, искусственный хорошо переносит. Да, 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 кстати, у нас всё-таки влажная погода. А в этих вещах вот можно даже вот сейчас в октябре уже начать ходить. И до лета. И подождёт. А смотря какое лето у нас бывает. Они очень комфортные, в них как бы всё дышит. Леночка, спасибо вам большое. Мы должны прерваться совсем не надолго, друзья. Елена Торопова, также есть сайт, есть возможность рассмотреть поближе. Работы дизайнера и, конечно, заказать абсолютно в любом регионе. Мы продолжим общаться с нашими гостями. Никуда не девайтесь, скоро вернёмся. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, большой привет, пламенный всем, кто нас смотрит, слушает. Отдельный привет тем, кто только что к нам присоединился. Напомню вам, 18 октября на главной сцене российской экологической недели состоится этическое шоу от проекта «Рус Эко Мода» совместно с московским конкурсом молодых модельеров. В общем, пройдёт один большой коллективный показ, где мы с вами увидим сразу же 20 экодизайнеров и их самые интересные этичные коллекции. У нас сегодня в гостях как раз российские экодизайнеры. Это Марина Ривьера, это Елена Торопова, это Ольга Примерова. Мы поговорили немножко с Мариной и хотим, конечно, завершить наш разговор с Еленой Тороповой, которая занимается одеждой и собачьей шерсти. А собаки жив-здоровы, если другую пропустили информацию, да? Шерсть. Это вязаная шерсть, это материал сейчас активно, да, у Елены работают? Да, ткань, ткань ручной работы с собачьей шерстью. Конечно, вот выяснилось, что огромное количество людей задаётся вопросом, а те, у кого аллергия на собак, на собачью шерсть, им противопоказана такая одежда? Нет, нет, здесь спокойно можно носить. Единственное, у кого аллергия на пух, вот на шерсть, кто не может носить такие материалы, конечно, я не рекомендую. А у кого аллергия на собак, здесь собака не пахнет. Запах? Запаха нет. Запаха тоже нет. Ну, я очень давно заняла... Не, не на запах у людей. Я знаю. Аллергия на эпидермис. Это уже перестали дальше, да. Вот, я просто очень давно этим занимаюсь, у меня уже технология, как избавиться от запаха, как, то есть шерсть долгий, процесс долгий подготовки шерсти, чтобы связать или соткать, поэтому там долго вымачивается, выстирывается, запаха нет. Есть же и головные уборы, да, Елена? Да, я делаю, конечно же, не только верхнюю одежду, здесь головные уборы, аксессуары, шарфы, варежки, ну, много разного. Вот, и всё это очень тепло и полезно. Я прочитала где-то, что даже известный французский кунтерье Жан-Луи Шарер стал поклонником вашего творчества. У него дочь занимается защитой животных, но это ещё конец 90-х, когда он первый раз приехал в Москву. Вот, он просто меня на улице увидел в моём пальто. Тоже долго спрашивал, а что это? Как это возможно? Я ему радостно рассказывала, какие у меня собаки на пальто, и он в ужасе говорит, вы их всех убили? Я говорю, нет, нет. Вот, и они с дочкой потом приезжали, да. Он говорил, что такого не делает никто, то есть, ну, вот всякие пояса там, варежки, носочки этой на севере Франции делают, и где-то ещё. Но чтобы делали верхнюю одежду, получается, что я одна. Лена, ну, вам же кто-то помогает, или всё-таки это вот до всего? Ну, практически нет. Нет, потому что такого качества, как мне нужно, я не могу добиться. Удивительно. Были и ученики, у меня есть одна помощница по придению, вот, долго я искала, она небольшой объём работы делает, полуфабрикат. Вот, а так, то есть, я знаю каждую петельку, поэтому мне проще сделать самой, но я знаю, что я делаю, что я продаю. Вот, поэтому приходите на Эко-неделю, будет показ именно из ткани. А, как раз, да. Там будут новые модели именно из ткани, потому что это очень интересно и очень необычно. Я подумала так, что пока, учитывая, что у вас там очередь огромная, много работы, что сейчас, если заказать у вас шубку какую-то, то как раз к концу зимы, наверное, только дождёшься её. Вы знаете, к следующей зиме только. Следующая же. Ну, если... Пока тогда у Марины придётся что-то взять. Нет, дело в том, что иногда нет сырья. Почему я не могу сделать большие объёмы? Тот же Шерер, он хотел это всё как бы пустить в производство, но когда мы с ним там долго общались, он говорил, что здесь производство невозможно, потому что шерсти мало. Конечно, можно там поездить где-то по стране, начесать и там набрать, но это не та шерсть будет, это не того качества, это можно носки следить. Собака должна правильно питаться, много спать, гулять на свежем воздухе. Всё-таки, да, это всё-таки должна быть собака. Не нервничать. Ну, наверное, да. Кстати, это тоже зависит. Ну, как и люди, конечно, даже. Просто я знаю, где собаки живут, как они живут, и как за ними ухаживают, и поэтому сырьё... У меня даже, когда я привожу сырьё, казалось бы, грязные собаки, ну, всё-таки они на улице живут, в вольерах, вот, хоть и ухоженные, но даже у кавказских овчарок практически нет запаха. Хотя кавказцы, Ньюфауленды, у них такой специфический свой, ну, запах псины, да, присутствует. Вот, даже они практически без запаха. Потому что, если, допустим, собака плохо питается, то потом этот запах даже ничем не отстираешь. Вот, поэтому здесь сложные... Если говорить про вашу работу, то тут средняя стоимость какая? На что ориентироваться люди? Ну, верхняя одежда начинается... У меня есть вот тканая одежда, она подешевле. То есть я вот сделала, чтобы хоть как-то подешевле было, но тоже... Там жилеты начинаются от 30 тысяч. Вот, но это полноценные зимние жилеты, в которых можно ходить зимой, там, с тёплым свитером. Я думаю, что многие детства сам обозначают, что шерсть собачь очень тёплая. Вот, но это такие... Но при этом носятся очень годами и очень красиво. Годами, это передают по наследству, потому что это всё можно стирать. Это прекрасно переносит чистку. Вот там вот белое пальто вы показывали, у меня женщина в Москве, она его отдаёт раз в год в чистку, оно кипельно-белое. Вот, при этом там мех, но это ужасно, конечно, это... Я всегда в ужасе смотрю на эти бедные шкурки, вот, и считаю, сколько же здесь вообще норок, хорьков. 55 примерно. Ну, это просто слёзы. Допустим, белая шерсть, она со временем становится ещё белее. То есть она... Казалось бы. Да, она как бы отстирывается, и потом они очень любят снег, очень любят осадки. Вот мокрый снег прекрасно, шерсть становится ещё лучше. Вот то, что у нас очень часто наблюдается. То есть это очень практичная одежда, да. Елена Торопова, друзья, запомните, пожалуйста, эту фамилию, если ещё не слышали, заходите, узнавайте. Да, очень красивые, правда, вещи. Экодизайнеры у нас сегодня в гостях, и, кстати, впереди нас ждает знакомство с работами Ольги Примеровой. Узнаем, чем же Ольга отмечена в области эко-моды. Оставайтесь с нами, продолжим. Программа «Лучшая в стране», друзья, продолжается в эфире телерадиоканала «Страна и ФМ». У нас сегодня в гостях, безусловно, одни из самых лучших эко-дизайнеров нашей страны. Мы сейчас хотим познакомиться с вами поближе с Ольгой Примеровой. Ольга у нас, между прочим, вот написано «Ноль отходов, концепция Zero Waste». Да, я сейчас объясню поподробнее. Ольга, очень нужна ваше пояснение, рассказывайте. Ну, во-первых, хочу сказать спасибо студии вообще, что нас всех собрали. Я тоже за животных очень переживаю. К сожалению, или к счастью, не знаю, мое творчество напрямую не имеет к ними отношения, но я за животных спокойно, потому что реально очень классные дизайнеры этим занимаются. Я могу им это оставить и заниматься своим направлением вполне. Вот, я очень долго к этому шла, разрабатывала эту концепцию сама. Потом оказалось, что она уже существует давным-давно. Хотя Ольга окончила лабораторию моды Вячеслава Зайцева, да? Да, есть такое дело. Вот. И, в общем-то, к этому дизайну, к направлению Zero Waste я шла несколько лет. И в итоге оказалось, что такое существует, и я им занимаюсь, и я не одна. Возможно, в нашей стране одна, но в мире много таких дизайнеров, за что я очень рада, благодарна возможностям. Вот. Значит, что же это за направление? Еще с лаборатории и даже до этого, очень часто, когда я была в мастерских и где-то на каких-то производствах, очень много остатков. Очень много шкафов вот на складах, где отрезать, метры. Вот это все лежит, пылится. У меня еще от бабушки остались какие-то там пуговицы, я не знаю, еще много всего, что лежит. Лоскуточки. Да, выбросить жалко, одевать вроде бы, как бы этим надо заниматься. И когда ты все время тратишь на производство, на, скажем так, мирские дела, да, не до этого вроде как. Ну и в итоге я решила вплотную этим заняться. И можно сказать, что я творю из отходов. Но, наверное, на первый взгляд может показаться, что это за отходы. Отходы бывают разные, да, конечно, сейчас сразу у всех головы разные вещи. Я как раз сейчас покажу картинки, чтобы было понятно, о каких отходах идет речь. Что это за отрезы, что это за так называемый мусор. Что-то я в прямом смысле достала из помойки, да, из мусорки. Что-то достала из-за кромов. Что-то у меня лежало еще с лаборатории. Это лет 10 все ждало-ждало, было жалко выбросить. В итоге я создала коллекцию, на которую я не докупила ни метра ткани, ни единицы фурнитуры. В общем-то, ну, нитки, правда, пришлось покупать, потому что старые нитки, к сожалению, гнилые. Ну, в общем, да, за это вам спасибо. Хочется все-таки, да, чтобы это можно было потом носить. Но прежде всего, значит, разговор идет все-таки об остатках тканевых каких-то, да? Это не только ткани. Я сейчас покажу, и будет все понятно. Значит, здесь смотрим. Здесь из остатков. У нас из маленьких кусочков черного батиста сшита кофта. Брюки скроены тоже. Это было куплено полтора метра на образец буквально. Вот он у меня ушел, значит, в образ. Плюс здесь клепки. Клепки железные, которые лежат у меня, ну, тоже лет 10. Покупали на коллекцию, в лабораторию не пошли. Куртка тоже из остатков. Подкладка была подкроена вообще к совершенно другому изделию. Она лежала, было жалко выбросить, потому что это работа. В итоге она пришла. Вот такой замечательный образ куртки. Вот такая замечательная куртка. Куртка, кстати, из остатков большого производства. Не буду называть, какого предприятия. Вот. Но там раздавали сотрудникам остатки обреза от производств. В общем-то, у меня появилась возможность... Да, у меня появилась возможность, чтобы это все не ушло в шкафы, а ушло мне вот такие замечательные вещи. Здесь, кстати, ботинки из эко-кожи. Вот. Тоже замечательный бренд. Я думаю, вы как-нибудь пригласите дизайнера. Она с удовольствием придет. Очень классное тоже у нее изделие. Так. Теперь я вам покажу, что же такое мусор именно. Здесь есть вот такие вот вещи. Это вот такое платье с открытой спиной, в котором молния и железная металлическая фурнитура. Вот это кольцо, оно... Я его помню с детства. То есть оно лежит еще в маминых каких-то закромах, сундуках. Оно меня манило несколько лет. В общем, я его сделала основной главной чертой платья. В общем, вы так умело, я так понимаю, избавились от всего, что там мешало вам, что-то валялось, что-то пылилось. Я должна уточнить, что не от всего. Далеко не от всего. Там очень много всего. И еще хватит на десяток колец. Это прекрасно. Да, поэтому... Да. Сейчас я вам дальше покажу. Значит, здесь та же самая куртка, очень красивая. Здесь остаточки тоже батиста. Он... Этот кусочек тоже, он у меня где-то валялся. В общем-то, и выбросить жалко. Он пригодился. Пригодился. Замечательно. Теперь я вам покажу основные такие штуки. Это вот такой декор. Вот эти вот пластмассовые изделия я как раз вытащила из мусорного бака. У нас в соседнем производстве ребята делают рекламную продукцию из пластика из дерева. И у них остаются остатки примерно 20 на 30 сантиметров, которые у них никуда не идут. Они их выбрасывают. Это пластик. Он черный, сколько будет перерабатываться. А то и не будет перерабатываться, то перерабатываться. Будет гнить. В общем... А сколько вот желающих приобрести украшения из помойки вот этого, как вам кажется? Тут дело такое. Я, к сожалению, еще в массовое производство это запустить не могу. Эко-неделя у нас не состоялась, поэтому всю коллекцию я не показала. Соответственно, мне нужно ее показать целиком и потом уже выставлять целиком как коллекцию на продажу и на осмотр, так сказать. Ну да, обязательно, конечно. То есть я что могу сказать, что людей, которые это приняли, их еще нет, потому что они просто не видели. И знают, и люди есть. Ну, единицы. Вам нравится, да? Единицы есть. Да, мне уже сама идея в принципе нравится, а это... Ну то есть если человеку правильно донести идею, он будет просто... Ему интересна будет сама идея, и он уже в нее вникнет. То есть я думаю, что нужно подавать не как, извиняюсь, одежду из мусора, а как идею более глобальную. Ну да, конечно, что тогда все будет отлично. Ну, как бы вот это тоже из мусора можно показать. Ну да, главное, как подать и... Ольга, ну а что касается вот такой истории, линейка-то большая очень. Я же пример. Примерово Luxe, примерово Original, примерово Plus Size, примерово 4Kids. Да, это все. Мы всем занимаемся этим. У меня обделенных нет. Да. Ну очень интересная коллекция тоже есть. Сайт официальный, да, где тоже это нужно посмотреть? Посмотрите. Да, я начинала не с этого, конечно, я начинала с... Во-первых, у меня было ретро, была этника. И вообще на эко-моду я попала как этнический дизайнер. То есть у меня были этнокостюмы. В общем-то там экология заключалась в сохранении каких-то культурных аспектов. Так, к этому я пришла чуть позже. Вот, и, конечно, все это время я шила одежду и... ну, в больших количествах для магазинов. Все это из натуральных тканей. Кстати, моя первая массовая коллекция была искусственных шуб. У меня было несколько шубов. Все подробности есть на сайте. Да, друзья, кому интересно, заходите обязательно и смотрите. Я хочу напомнить, что 18 октября на главной сцене российской экологической недели состоится этическое шоу от проекта «Русака Мода» совместно с московским конкурсом молодых модельеров. Пройдет один большой коллективный показ. У нас около 20 эко-дизайнеров, в том числе и вот наши сегодняшние гости. Девочке, у нас осталось совсем мало времени. Я вас искренне благодарю, во-первых, за то, что вы делаете, потому что каждый из вас настолько искренне любит свое дело. Это действительно большой вклад. И в экологию, кстати, еще помним, что этот год у нас год, годом экологии в нашей стране объявлен. Во-вторых, что вы еще и дарите красоту нам, и тепло, в общем, подоступным достаточно, да, и добро. Спасибо вам огромное. Марин Ривьер, Марин, что-то сказать, да? Ты хотела, по-моему, что-то наползли. Да, да, ну чтобы мы так не уходили в никуда. Просто хочется сказать спасибо большое, во-первых, проекту «Русака Мода», благодаря которому, например, я здесь сейчас сижу, там, Марина Кокорина и Марина Соловьева. И хочется сказать всем людям, чтобы они стремились быть не просто модными, да, а быть, в первую очередь, человечными, иначе без этого ничего никуда дальше не уйдет. Вот, и, то есть, если бы не было человечных людей, мой бы бизнес тоже не развивался. Здорово, что есть такие, которые думают, и благодаря этому наш бизнес растет, ну, не только благодаря им, конечно, папе большое спасибо, бабушке, всем, кто мужем моему, которым мне помогает. Вадим, тебе привет. Ну что, это здорово. Вот, ну, в общем, да, всем большое спасибо, и до новых встреч. До новых встреч, Елена Торпова. Да, спасибо, что нас сюда пригласили, очень хотелось рассказать про то, что мы делаем. И, то есть, я вот хочу донести людям, что совсем не нужно убивать животных, что есть масса вариантов, как можно тепло и красиво одеться, именно красиво. Вы будете гораздо интереснее, чем в этих шубах. Вот, то есть, я как бы борюсь, чтобы люди поменьше шуб на себя. Это вы в каждую свою работу в душу вкладываете, это видно, это видно. Нет, ну там в каждую петельку. Да, 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 в каждый стежок, да. 100 тысяч. Поэтому спасибо, что мы здесь. Спасибо вам большое. Приходите на Манежную площадь. Ольга Примерова. Ольга. Ну, да, мне бы хотелось попросить людей не винить ни в чем других людей, потому что вся наша экология и все наше счастье начинается с самих себя. И если мы будем кого-то обвинять, то, в общем-то, счастья никогда не будет. Вот, соответственно, вот по поводу убийств, по поводу мясоедства и прочего, конечно, в первую очередь надо вот выстраивать вокруг себя и вокруг каждого человека вот эту вот, так сказать, экологичную атмосферу. Точно, абсолютно. И тогда люди будут смотреть, тянуться, завидовать, что да, счастье, и заражаться, да, вот этим вот. Друзья, ну я очень надеюсь, девочки, что благодаря вам, возможно, кто-то совсем другими глазами посмотрел на эту поводу и еще посмотрел. Да, уже, уже, конечно. Тогда 18 октября не забудьте отправиться на Манежную площадь. Спасибо огромное вам. Вам спасибо. Спасибо. Вам спасибо большое. Спасибо, до свидания. До новых встреч. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ.